Друзья, ну какой же русский не любит быстрой езды и шашлыка, приготовленного с любовью в домашних условиях? У меня на участке, казалось бы, есть все. Есть все для хорошей, полноценной, качественной и приятной жизни. Но нет мангала. В общем, давайте не будем долго тянуть. Сейчас мы изготовим не просто мангал, он будет красивый и удобный в эксплуатации. И сделаю это своими инструментами, какие у меня имеются под рукой. Вот, а под рукой у меня уже их много. Когда-нибудь у меня появится мастерская, и я буду строить классные разные объекты вот в этих помещениях. Но пока их нет, приходится делать все на улице. Вот лежит профиль, там лежит листовой металл. Сейчас все это вместе я соберу, плазморезом нарежу на элементы, сварочным аппаратом сварю. И у нас получится в конце классное изделие. А вы можете просто сейчас наблюдать, смотреть, как это все дело происходит прямо перед вашими глазами. Субтитры сделал DimaTorzok Профиля вот эти тоже пилим на ножки, на ручки и так далее. На укрепление и свариваем все это. Думаю, кому-то явно это пригодится. Друзья, если пригодится, пожалуйста, не поленитесь поставить лайк. И второй момент, нас смотрит почти 70% аудитории, которая не подписана на канал. Нажмите на кнопочку подписаться, это полезно. И еще ссылка под видео, там Дзен канал. Там тоже у меня всякие разные статьи выходят, там интересно. Подписывайтесь. Итак, смотрите, немножко тут дождик прошел и это все дело подмочил. Но изделие уже получилось. Что еще хочу добавить? Вот здесь будет для дров такой профиль гнутый. Но сейчас мы его согнем. И, собственно, дальше какие-нибудь вензелечки красивые мы зафиксируем. Мангал у меня уже был. Вы его, может быть, даже видели где-то в кадрах. И он был тоже сделан из стройки. Но волею судеб произошла проблемка. В общем, мы что-то пожарили, начался дождь, туда попала вода, его скоробило весь. И я его отвез на пасек. Он теперь там стоит. Поэтому, чтобы здесь такого же не случилось, я приварил профиль понизу. Здесь пущу сейчас тонкую полосочку гнутого квадрата. Останется просверлить отверстия воздуховодов и все. Для того, чтобы нам сейчас все эти квадраты, круги накрутить и вензелечки сделать, я достал из загашников торсион, улитку и гнутик. Вот, гнутиком я хочу сделать колеса. Вы видели, у меня есть уже аппарат гиббон. Я вам его показывал. Прямо вот на этом же самом месте мы этим аппаратом крутили профильную трубу. Но, к сожалению, для того, чтобы сделать колеса малого диаметра, не очень хорошо подходит. А вот эта штука прям вообще в оптималку. Потому что сюда ставится вот такой вот инструмент. И у нас можно гнуть очень-очень маленькие диаметры. И мы это будем тоже с вами делать. Не знаю, сегодня, не сегодня, но будем. А начнем мы сейчас с торсиона и плавненько пойдем в эту сторону. Здесь из сборки самый главный момент это то, что надо прокладывать вот здесь шайбы. Многие их не прокладывают и потом срывают заготовку. Еще не сказал Никита, мой сын, сегодня будет мне активно в этом всем помогать. Поэтому вы часто будете видеть его в кадре. Так вот, подытожу по поводу сборки инструмента. Просто было неудобно. Я сразу не поставил. Здесь есть вот такое вот заглубление. И очень просто сюда накидываются вот эти вот крепления. Точнее, ручка. Все. Так, сейчас нам надо болты, чтобы это все прикрутить к палубе. Простите меня, конечно, уважаемые зрители, но нет у меня пока верстака. Поэтому будем работать так. Все. Борт мангала у нас 125. Поэтому мы будем скручиваться и давай сделаем, ну давай 140 сделаем на всякий пожарный. Это для того, чтобы мы ну просто точно уже попали. Для тех, кто не понял, я хочу вот здесь укрепить наш мангал. Вот так. Но просто так это неинтересно. Мы сделаем это спиралью. И все. И у нас как раз будет вращение шпажек удобное. Для того, чтобы и ей пользоваться, мы просто вставляем его вот сюда. А сюда уже сам наш пруд. То, что будет до вот этого крепления, то будет спирализироваться. Это мое новое слово. То будет превращаться в спираль. А все, что дальше, оно будет прямое. Вот так отгоняем на самый край. Здесь сейчас я ставлю то сечение, которое надо для нашего прудка. И затягиваем волтики. Очень быстро, очень ловко. Я думаю, что здесь даже гаечным ключом это все фиксировать не надо. Теперь вводим профиль. Кстати, что интересно, мы этот профиль можем ввести именно на ту самую длину, которую нам нужно. Мы можем вообще взять вот здесь эти 30 сантиметров. Вот. И сюда вот так завести. Единственное, что осталось, это запомнить, сколько витков мы сделаем для того, чтобы повторяемость была стопроцентная. Два, три, четыре, пять. Прикольно? Шесть, семь, пятнадцать. Ну, слушай, уже такая в нагрузку идет. Двадцать. Все. Сейчас дотяну до двадцатки. Все. Вот такое вот изделие у нас получилось. Отрезаю еще одну метр сорок и делаем еще такое же изделие. Пойдем крутить вторую. Так, два. Все. Полностью идентичные спиральки. По ним, кстати, можно даже шпажки шампурные крутить. Так, друзья мои, но это еще не все. Не многие знают, но я вам расскажу. Еще на этой штуке можно крутить фонарики. То есть специально для этого есть вот такой упор. Он вставляется в центр. Это все вот здесь фиксируется. На прижимную мы ставим вот этот упор. И сюда укладываем профиль шестерку или восьмерку. Закручиваем, у нас получается красивый фонарик. Но беда в том, что я не взял шестерку. Она десятый профиль уже не берет. Она до восьмерки только, видите. Для таких целей оптимал это шестерка или, 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 или восьмерка. Вот. Десятка сюда не пойдет. Что вам не сказал еще по данному прибору, это то, что здесь можно гнуть еще и полосу. А вот полоса-то как раз у меня есть. И эту полосу можно еще гнуть и на гнутике. Просто попробуем, а там дальше поймем, нужна нам вообще она или нет. Самое главное, друзья, вот здесь, вот здесь ее нацентровать. Потому что если не центруешь, то получается не очень хорошо. Все, поехали. Сделаем тоже, наверное, 20 виточков. Смотри, что у нас получилось. Это я сейчас взял полосу и превратил ее тоже в спираль. Смотри. Мы из нее можем кочергу сделать. Нам же нужна кочерга для работы. Вообще мы что-то не подумали с тобой о инструменте для использования в мангале. Надо же какой-то кочережкой там поправлять. Прикольно. Смотри. Видишь? И главное, она ровная. Смотрите, ребят. Вообще ровно все. Гиббон сегодня делает 98 вариаций изделий, которые можно использовать также в кованом мире. Я вам показал вообще-то там 5 штучек всего лишь. Я даже не раскрыл всю полноту картины того, что может, собственно, аппарат. Ну, не аппарат, а комплекс аппаратов гиббон. Сейчас мы приварим к мангалу спиральки и начнем гнуть улиточкой. Вот. Точно. Музыка. 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 Розетку я вам показать не могу, фонарик, фонарик или розетка, я не помню, как называется. Я пока только въезжаю в тему кованых изделий. Для тех, кто мог забыть, остановка называется торсион, улитка, гнутик. Я вам потом скажу, где это приобрести, все можно прям комплектом. Теперь мы делаем улитки красивые и начинаем это все приваривать к нашему изделию. Здесь есть вот такая вот улитка, сверху мы устанавливаем вот такой вот инструмент. Все, друзья, универсально и просто. Да, и сейчас мы просто будем с тобой закручивать, сын, улитку. Но для этого нам аппарат опять надо прикрутить к основанию. Молодец. Мы берем с тобой, вставляем нашу заготовку вот сюда, зажимаем ее и начинаем ее крутить. Теперь смотри, у нас вроде как кончилась возможность кручения дальше. Что мы делаем? Мы просто берем специальный вот такой вот шпиндель, одеваем, понял? И фиксируем, и едем дальше. Но я не хочу дальше крутить, и мне нравится вот эта отметка. Вот до нее будем делать. Так, все, смотри. Теперь я хочу это снять, разобрать. Это все элементарно. Разобрали. Получилась вот такая вот штука. Теперь мы снимаем этот шпинделек временно. Опять вставляем. Только мы сделаем теперь в другую сторону, чтобы интереснее было, правильно? Да. Зажимаем. Я хотел бы. Да, ты молодец. И поехали крутить, сын. Сейчас одеваем шпинделек. Да, сейчас одеваем шпинделек. Как-то он, наверное, по-другому называется правильно. И я должен дотянуть его вот до этого места. Вот так. Смотри. Красота? И сейчас мы вот эти штучки наварим на наш мангальчик. Казалось бы, небольшой нюансик, да, сын? Что мы не дотянули, не докрутили, и уже все, изделие испорчено. Но нет. Мы просто поставили его на место, и сейчас легко дотянем. И теперь ровная буква «С». Давай сделаем еще таких три заготовки. Продолжение следует... Вот такие вот изделия у нас получаются. Но, понятное дело, что для того, чтобы было все уже прям в самом фэн-шуе, нужно вот эти вещи заплющивать или зарезать их болгаркой. Но мы пока только учимся. Вот. Что я не сказал по улитке? По улитке не сказал вам про еще вторую насадку. Можно делать солнышко. Можно делать там любые мощные завитки. Всегда держи аппарат в чистом виде. Это очень важно, Денис. Кто заметил, я убрал вот отсюда торсион, он мне мешал. Я в него постоянно задевал. Здесь я закрыл пока на крючок и могу работать со своими изделиями. Вот. Зажимаю специальный зажим для зажиманий. И теперь вот эту штуку у меня даже сын может крутить. А для того, чтобы она была плотнее вот здесь, ее можно было как раз придавливать вот этим вот торсионом. Наверное, здесь даже мне второй гнутик не нужен. Я буду делать по границе. Вы простите меня, что я называю все своими именами, но у меня вот так. Так, а здесь я буду делать все в одну сторону я хочу. Это у нас назначение будет определенное, свое. Вот у этого аппарата. Так, посмотрите, видите, не докрутил. Сейчас докрутим. А если просится, надо докручивать. Вот так. И теперь ей можно, например... О, а мы еще в конце ее подогнем вон на том уже аппарате. Вообще прикольная идея. И будет супер. Ну, в общем, я приловчился. И работать с этим аппаратом вообще несложно. Слушайте, ну реально это увлекательная процедура. Мне казалось, что это будет тягомотина какая-то долгая. А делается все быстро, когда уже поднатореешь. В конце концов у нас получилось ровных четыре детали. Гнутик, поехали. Должен вам сказать, данный аппарат можно фиксировать как в вертикальном положении, так и в горизонтальном. И честно говоря, в горизонтальном, наверное, нам будет удобнее с вами для наблюдения вообще за этим всем действием. Итак, что умеет данный аппарат? Начинаем с того, что он умеет просто что-нибудь загибать, как ты хочешь. То есть, например, ну возьмем сейчас доход что. Вот взяли бы, например, вот сейчас профиль вот так. И он сейчас загнется у нас под 90 градусов. Или, например, полосу. Но самое интересное, что он еще умеет. И вот это вообще просто невероятно, друзья. Я сейчас его подогну, болтом фиксану, и я могу любой профиль превратить в маленькое удобное колечко. Я тебе сейчас покажу. Вот этот блинчик мы вырезали из верхней части мангала, там, где ставится у нас казан. А сейчас мы просто для этого казана сделаем окантовочку, наварим, чтобы она вставала очень качественно внутрь. Ну, понятное дело, сын, что эту штуку мы, конечно, могли и рукой согнуть. А вот согнуть, например, профильную трубу уже так ровно не получится. Да и, собственно, рукой так не прогонишь красиво и аккуратно. Берем колечко, примеряем. И уже понятно, что я его красиво обварю. Ну, в общем, в конце у нас что-то такое получится, когда мы это все приварим. Это мы посмотрели. Что бы ты еще хотел такого поизобретать? Мы поняли, что им можно гнуть, нагибать, загибать и выгибать. Он может все. Называйте меня теперь Денисом невнимательным. Смотрите, оказывается, что тут было колечко, которое я не поставил. А ведь его куда-то надо поставить. Наверное, может быть, вот тут фиксировалось. Для того, чтобы заготовка не поднималась. Потому что, когда мы крутили, она все норовила приподняться. И, наверное, вот здесь затягиваешь ее на высоте. Когда вращаешь заготовку, она не поднималась выше, чем нам надо. Это не точно, но может быть для этого. Скорее всего, возможно. Но я еще уточню. И последний станок гнутик. На нем я сегодня покажу очень даже немного всего разного. Попробовал сначала на нем гнуть профиль, которая профильная труба. Ну, не очень хорошее для этого действие. Лучше это делать на гиббоне, который для этого предназначен. На гнутике мы можем делать зигзаги и можем даже заклепки ставить. Ну, как я вам уже говорил, 98 различных вариаций с ними можно провернуть. Просто я еще не все знаю, потому что я только учусь. Что мы на нем сделаем? Мы на нем те самые улитки, которые я сгибал, сделаем на них небольшую фишечку. Я вам покажу. И потом тоже приварим. Можно сейчас поставить место вот этой вот эту. И он будет загибать у нас такими интересными восьмерочками, в общем, наш профиль. А что я рассказываю-то? Надо показывать же, сын, да? Я думаю, что данный аппарат мне будет на долгие годы заделим, когда у меня появится мастерская. И переносим вот это все пониже, чтобы нам работать с лентой. Так, если мы сейчас будем гнуть, она согнется в ту сторону, а нам надо наоборот. Делаем по центру. Как думаешь, согнется, сын? Ага, мы затянули плохо. Так мы усики сейчас и будем делать. Бог судья, Никита мне сказал поставить это как усики. Тараканьи. Так, ладно, идем дальше. Единственное, сын, вот для таких целей, вот этих 90-градусных, давай мне еще усиков. Нужно, наверное, все-таки фиксировать аппарат крепче. Потому что мне кажется, что его может сорвать со стапелей. В какой-то момент. Можно даже что-то вот такое уже сделать, да? Или что-то вот такое, смотри. О, вообще, да? Смотри, как красиво. Да. Едем дальше. Оп, все, 90 градусов, ровный 90 градусов. Прикольно. Все, друзья, в общем, по аппаратам все поняли. Мы начинаем приварить это все к мангалу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok не знаю получается ли нет но вы напишите в комментариях прикольно или нет когда еще я покрасил только в черный сын вышел горит папа это все будет или что-то еще я говорю да не сын мы еще там нанесем красочку специально учет не хватало а теперь прям все хватает ключик все самое интересное с ключиком надо прям повозиться когда набираю только краски лучше и ударить об какое-нибудь ребро а потом уже использовать на основные цели ключик хочется прям максимально засеребрить чтоб он выделялся как говорится сильно хорошо тоже плохо да поэтому наверное даже и достаточно чуть-чуть еще сделаем это первого опыта хорошо все подмажу углы вот где вижу что ржавчину не убрал эти места еще сделаю и достаточно во всяком случае с потиной я познакомился хорошо но мангальчик засиял консистенция она в общем как будто просто серебро залили в какую-то жидкость она такая и сосыхает сразу быстро и получилось что вот на этот объект у меня ушло да вообще ничего смотрите сколько там еще ну вот ушло миллиметра 4 наверное краски очень хорошая вещь мне понравилась красная не потому что сварка или устала потому что мы сходили в баньку сыном покупались нашем бассейне время жарить шашлык у моей дочери день рождения сегодня не приехали подруги поэтому я сыном сегодня занимаюсь организация их веселья ну и конечно же женой как не зря кстати мы сделали мангал смотрите как удобно получилось ниша для лопатки я еще сделаю согну лопатку новую красивую а там будет ниша под шуфелек крупные угольки сразу разложу чтобы они начинали уже прогреваться а потом мелочь засыплю все и будет все шикарно тот мангал который у нас есть кривила и скоробила я увез на пасеку и запланировал построить новый мангал и данные брал просто из интернета то есть параметры которые очень важны которые я вам еще не рассказывал 350 15 метр двадцать высота ножек 80 по моему сделал сначала выше но потом женя сказала говорит мне не будет неудобно пользоваться казаном поэтому обрезал ножки его сделал такую высоту угольки готовы все классно и вот друзья ну я уверен что вы все это знаете но на всякий случай совет когда у вас только все прогорело не нужно сразу укладывать туда шашлык дождитесь когда появится небольшой пепелок сверху и тогда уже вы точно будете знать что у вас ничего не загорится когда начнет капать жир секрет который использую один всегда и везде заключается в том что каждые 15 секунд я делаю переворот шашлычка и все и он никогда у меня не подгорает никогда и всегда готовится идеально и больше собственно ничего и нет каждые 15 секунд делаете переворот вот в таком режиме шашлык никогда не подгорит всегда будет у вас румяный классный и вкусный не приверженец поливание шашлыка уксусом водой и так далее считают совершенно бесполезные вещи и неправильно и и делают это скорее всего шашлычных где нужно массовость где нужно прям вот партию сдал партию сдал партию сдал но для того чтобы угли тушить нашем же случае мы дождались ровных углей с небольшим напылением как я говорил и жарим все ничего не будет сухое все будет сочная классная просто чаще переворачивайте все и понятное дело что последним кадром сегодняшнего выпуска будет мой поднос с готовым шашлыком с данного мангала но я хочу сказать друзья даже если вы что-то не умеете чего-то не знаете к чему-то не готовы просто возьмите и попробуйте и у вас все получится я до сегодняшнего дня не представлял что я умею готовить мангалы шашлык умел мангала не готовил получилось классная штука краска держит мы видим металл не ведет не коробит шашлычок чувствовать себя комфортно наверное мы сделали все правильно простите меня если видос вы увидели рано у вас где-то наверное может быть в москве сейчас обед у нас тут на алтае уже вечерок вечереет возможно у кого-то сейчас разгуляется аппетит наверное последний переворот и уже можно это подавать к столу что хочу отметить мясо нигде не подгорело мясо прожарилась все благодаря тому что мы использовали эти самые два секретика пыльца на угле которая не дает загореться огню от падения жира шашлыка а второе это частые перевороты шампуров делайте вот эти два пункта каждый день и спина болеть не будет делать вот эти два пункта каждый раз и у вас не будет шашлык подгорать джексон я приготовил для тебя шашлык брат не братик мы тебе принесем обязательно жирки с наших шампуров так ну а на этой замечательной ноте я заканчиваю сегодняшний выпуск следующем видосе мы с вами соберем шкаф-купе соберем полки и будем готовиться к подсветке гардеробных дочери и нашей комнаты я очень рад был вас сегодня видеть до скорых встреч увидимся с вами буквально через неделю все пока пока и пожалуйста в комментарии напишите интересно ли вам как я закрывал периметр нашего участка кто помнит начале ролика этого забора не было